Сарга 75. История о Сучи. Сучи обретает свое прежнее тело. Васиштха сказал. Спустя тысячу лет Сучи посетил создатель Брахма и с небес вопросил. Моя дочь, каково твое желание? Сучи была подобна частице существования. У нее не было никаких органов, и она не могла ответить. Поэтому она только подумала про себя. Я достигла полноты и совершенства. Мои сомнения рассеялись. Что мне делать с даром Брахмы? Я обрела полное умиротворение и спокойствие. Я пребываю в нирване в безусловном блаженстве. Я ведаю все, что должна знать. Завеса моих сомнений пропала. И мое развлечение ясно. Чего же мне еще желать? Я останусь здесь, как и раньше, отбросив даже разделение на реальное и нереальное. Чего мне еще жаждать? Раньше, когда я была еще глупа, меня преследовал демон собственных желаний, как ребенка пугают воображаемые привидения. Теперь он сгинул благодаря размышлениям о собственной природе. Чего мне желать и чего не желать? Помыслив так, сучьи, не имеющие органов речи, осталось в молчании и полном спокойствии. В то время как Брахма взирал на нее, тогда Создатель снова обратился к ней, лишенный желаний и обладающий умиротворенным умом. Брахма сказал Получи дар, дочь моя. Пожив еще некоторое время на земле и вкусив удовольствий, ты достигнешь высшего состояния. Такова судьба, которой невозможно избежать. Да будет твое желание исполнено благодаря твоей аскезе. Ты вновь обретешь свое огромное тело и будешь жить демоншей Ракшаси в лесах Гималаев. Прими это гигантское, как облако тело, которое у тебя было ранее, моя дочь. Оно проявится вновь, как огромное дерево, вырастает из маленького семечка. Это тело пребывает в тебе, как в семени, из которого после полива поднимается росток плюща. Поскольку ты познала истину, ты не будешь причинять страданий миру. Ты обрела внутреннюю ясность и стала подобна чистому облаку на осеннем небосклоне. Ты будешь непрерывно наслаждаться внутренним сосредоточением, и если когда-нибудь безусильно его оставишь, то будешь видеть всех существ как саму себя. Ты станешь воплощением созерцания и спокойствия, движения твоего тела будут проявляться без усилий, как ветер по своей природе являет движение. Тогда, моя дочь, ты будешь сдерживать свои привычные демонические желания и будешь причинять вред существам только для естественного утоления своего голода. Ты будешь справедлива в мире, наказывая преступников. Обретя освобождение в этом теле, ты будешь обладать верным развлечением. Сказав это, Брахма растаял в небесах. Суча подумала, что она все так и сделает, ибо в этом нет ничего плохого, и у нее нет повода не следовать словам Создателя. Сосредоточившись на своем теле, она постепенно начала расти. Сначала она стала размером с палец, потом размером с руку, потом с две распахнутые руки, потом с дерева и, наконец, выросла до размеров облака. Тут же у нее отросли все конечности, как постепенно из семени сансары вырастает дерево желаний. У ее тела появились все необходимые части, которые были сокрыты ранее, как цветы на дереве желаний, содержат в себе множество неявленных до поры семян. Такова сарга 75-я история о Сучи. Сучи обретает свое прежнее тело. Книги 3 о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике.